Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. 5 миллионов из карманов учителей виновные найдены. Суд вынес решение. Достающую историю из-под земли. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают археологи. Наши на Эльбрусе восхождение на высшую точку Кавказа дагестанцы посвятили врачам. Около 5 миллионов рублей, предназначенных для учителей, были похищены. Преступления совершались в течение нескольких лет. Хасавертовский районный суд накануне признал виновными шестерых работников местного управления соцзащиты и пятерых сотрудников отделения почтовой связи. Как стало известно, с 2014 по 2016 годы обвиняемые совершали хищение бюджетных денежных средств, общая сумма которых 4 миллиона 900 тысяч рублей. Деньги были предназначены для ежемесячной оплаты жилья и коммунальных услуг педагогов, работающих в сельской местности. Виновные приговорены к лишению свободы сроком от 1 до 4 лет и 6 месяцев условно. Помимо этого, заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба. Их работа сродни практике детектива. Сегодня археологи отмечают свой профессиональный праздник. Рабочий сезон в самом разгаре. Этим летом дагестанские специалисты ведут раскопки в Кайкенском районе. Найденные артефакты еще предстоит изучить, и вскоре они станут музейными экспонатами. Моя коллега Патима Тханапова побывала на месте и прикоснулась к древности собственноручно. Расчистка только началась, но уже интересные находки. Под палящим солнцем, в пыли и в грязи докапываться до истины в прямом смысле. Вот уже восьмой месяц дагестанские археологи проводят изыскания в Кайкенском районе. Экспедиции из восьми человек. Здесь изучают остатки древнего поселения Эски-Юрт. Городичь статируется первым восьмым веками. Находилось оно на маршруте Великого Шелкового пути вблизи Дербента, бывшего важным экономическим центром еще в древности. Любые археологические находки, их ценность в том, что они находятся в определенном комплексе, в закрытом. Тогда мы можем понимать всю их суть, подоплеку, что они нам несут, какую они нам несут информацию. История здесь археологами собирается буквально по крупицам. Каждая очередная находка и повод для радости и новый объект для научных исследований. Найденные здесь артефакты ученые делят на три категории. Предметы быта древней цивилизации, украшения и оружие. Все они после подробного изучения станут музейными экспонатами. Какие из них наиболее ценные? Для нас все ценное. Здесь есть находки, которые показывают связи в древние времена, в частности, 2-5 века нашей эры, связи с другими регионами. Яркие показатели – это, допустим, халсидоновые бусины, которые у нас в месторождении в Дагестане отсутствуют. Месторождений нет, неизвестно, то оно, значит, попало уже из дне. Скорее всего, это из территории Ирана. Проблем у археологов хватает. Иногда возникают финансовые вопросы. Часто приходится сталкиваться и с нехваткой молодых кадров. Однако самое главное, что волнует сейчас ученых – это разграбление памятников. Число черных археологов, как отмечают специалисты, просто катастрофическое. К сожалению, не до многих людей доходит важность и ценность нашего исторического наследия. Иногда, зачастую, сюда приезжают из других регионов России специальные искатели со специальным оборудованием и просто-напросто вандальски разрушают археологические памятники. Самое последнее время, что обидно, наши местные дагестанцы тоже начали заниматься этим и буквально своими же руками разрушают историю своих предков. Любой осколок – шедевр. Каждый артефакт уникален. Как из этих черепков получился кувшин, так и из малых археологических находок складывается большая история. Без этой науки наше прошлое оставалось бы темным. Один из интересных комплексов, который мы обнаружили на могильнике, находится под огромным камнем большого размера и огромного веса. Под ним находится несколько погребений. Пока мы на стадии изучения этого всего, на стадии расчистки, но будет интересно увидеть то, что находится под ним. Наверняка будет неограбленное, достаточно яркое представительное погребение. Археология – это призвание, говорит Аскер. Некоторым может показаться, что профессия – это романтичное и веселое. Мол, в лагерь сездил в компании единомышленников, пообщался, что-нибудь раскопали и все. А серьезно заниматься профессией – это значит изучать литературу, историю и вообще быть широко образованным человеком и не бояться трудностей. Ну а свой профессиональный праздник дагестанские археологи проведут, что называется, в поле, открывая новые тайны древних цивилизаций, которые и не подозревали, что будут представлять интерес для далеких потомков. По тематам Ханапова Магомед Магомедов, новости ННТ, Каякенский район. Свой подъем на Эльбрус дагестанцы посвятили всем медикам и донорам республики. В составе альпинистская группа покорил вершину самой высокой горы России и Европы и депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев, одним из первых в республике, заболевший новой коронавирусной инфекцией и победивший болезнь. Эльбрус всегда манил своей красотой. Друзья предложили еще в начале года совершить восхождение. Готовиться стал еще за несколько месяцев до этого. Хочу поблагодарить мою семью за поддержку и большое спасибо горным спасателям МЧС Дагестана во главе с Шамхалом Алиевым, который в данный момент дежурит на северном склоне Эльбруса. Поделился Гусаев впечатлениями о восхождении. Восхождение на Эльбрус было сложным. В отличие от маршрута с юга, где можно при помощи техники добраться до высоты, 5100 метров, восхождение с севера считается наиболее тяжелым. Здесь с высоты 2500 метров начинается пешее восхождение вплоть до конечной точки восточной вершины, более 5500 метров над уровнем моря. При этом все оборудование, палатки, еду нужно нести на себе. С юга считается более туристическим маршрутом, когда есть возможность добраться до уровня 3800 метров на технике, даже до уровня 5100 метров довозят до ретраков. Именно с северной стороны таких возможностей нет. Базовый лагерь, отправная точка находится на уровне 2585 метров. То есть оттуда все уже только пешком и свое снаряжение, свое оборудование. До лагеря, откуда начинается штурм, это с 3800 метров. Тоже часа 4 надо идти пешком. И непосредственно штурм горы происходит с уровня 3800 метров. Когда мы поднимались, была хорошая ясная погода, но в то же время был очень сильный ураганный ветер, до 40 метров в секунду. До конца года в Табасаранском районе появятся новые фельдшерско-акушерские пункты и аппарат КТ. Министр здравоохранения республики Джамаладзин Гаджи Ибрагимов провел рабочую встречу с главой района Магомедом Курбановым. Говорили о строительстве на территории Табасаранской центральной больницы помещения для установки нового компьютерного томографа. Ранее районная больница вошла в список медучреждений, где установят высокотехнологичное оборудование. Кроме того, в селах Джули и Урзик уже все подготовлено для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжаются ремонтные работы в корпусах и отделениях Табасаранской центральной больницы. Капитальный ремонт здесь проводится впервые за долгие годы. Замороженное на долгое время строительство двух корпусов поликлиники тоже наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Будет сделано все возможное, чтобы открытие поликлиники произошло уже в следующем году. На центральной площади Махачкалы открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны». В церемонии открытия приняли участие представители МВД, Росгвардии, МЧС Республики и другие официальные лица. Организована выставка при поддержке Союза социальной справедливости России, а в Дагестане проходит при поддержке МВД по республике. Фотовыставка посвящена 75-летию Великой Победы и тем, кто, находясь в тылу, обеспечивал соблюдение законности в стране. Благодаря экспозиции дагестанцы смогут посмотреть уникальные снимки из архивов МВД России, которые рассказывают о вкладе советской милиции в борьбу с фашизмом. На выставке представлены также и современные работы, посвященные ветеранам органов внутренних дел. На турнире «В память об Абдулманапе Нурмагомедове» 9 сентября в Москве боец Мухаммед Эминов проведет защиту пояса чемпиона в полулегком весе. Соперником Эминова станет Ахмед Балкизов, на счету которого 12 боев в ММА, 9 побед, 2 поражения и 1 ничья. Дагестанский боец провел 10 поединков в ММА, 9 побед и 1 поражение. Напомним, турнир проводит Fight Night Global совместно с организацией GFC. Это были все новости на сегодня. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова